Всем привет, друзья, с вами Джонни и это 56 серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ коинов. Как вы помните, в прошлой серии я полностью завершил все задания у Джека. По праздничному квесту мне осталось пройти задание еще двух персонажей. Но, друзья, этого я сегодня не буду делать. Сегодня целую серию мы попробуем поднять денег исключительно с помощью ловли, опробуем в деле новую систему, ну а также посмотрим сколько получится заработать. Поэтому без лишних слов мы оказываемся уже в риэлторке. Наступает Payday и слетает 648 домик, приобретаем разрешение на покупку, выходим из риэлторки и я замечаю, что мой кастомный самолет куда-то пропал, поэтому снова его спавню. Также вы сами можете заметить сколько народу сейчас ловят дома, достаточно просто взглянуть на мини-карту. По итогу домик у нас слетел совсем рядом с риэлторкой, словить его у меня не получилось. Это, если что, был один из первых домов, на которые я полетел. Также, друзья, на руках у меня прямо сейчас 25 миллионов. На сервере у нас действует пока что акция x4, можете посмотреть сколько уже азекоинов я нафармил с этого. Также решил проверить свою майнинг-ферму и замечаю, что часть видеокарт находится на паузе, ибо в них закончилась охлаждающая жидкость, поэтому забираем всю прибыль. Ну а далее я релогнулся, зашел в подвал с вентиляцией и залил в каждую из видеокарт по 100% охлаждающей жидкости. Майнинг-ферма была перезапущена и можно снова отправляться в риэлторку. Также не будем забывать про мой бизнес, закусочную, которую я словил в прошлой серии. Давайте выставим ее на аукцион за 25 миллионов. Слабо верится, что кто-то ее купит, но в любом случае пускай она висит. Через одну минуту у нас наступает пейдэй, я решил выйти на улицу и проверить, точно ли мой самолет находится у риэлторки. Время было уже позднее, а именно час ночи. Ожидаем наступления пейдэя, проверяем отдел домов и видим, что слетел 572 домик. Покупаем разрешение на покупку, выходим из риэлторки и садимся в кастомный самолет. Можно сразу заметить, как 4, а то и 5 самолетов полетело в сторону домика. И на самом деле, когда наблюдаешь такую картину, адреналин прям очень зашкаливает. Приближаемся уже к домику, я конечно не первый, но тут много зависит от того, как именно я упаду из самолета. Ну и как мы видим, встаю около метки, целых 2 раза вел капчу, ну и получаем поздравление, ибо этот дом теперь мой. И можно сказать, это мой первый дом, который я словил с новой системы ловли. Сразу пробиваем таймайди, также в чате получаем сообщение от гилбертбота. У меня есть целых 3 часа для того, чтобы я залил опру на форум. Переносимся на форум, ну и в общем-то, как вы видите, опру я залил. Ну и также, что очень интересно, давайте посмотрим, что находится в шкафу в этом домике. Ничего ценного здесь я не увидел, но пожалуй, большинство предметов я отсюда заберу. Так как я пока что не знаю, сколько примерно стоят такие домики, решил выставить его на аукцион за 4 миллиона. В следующем Payday у нас также слетает один домик, снова вышел на улицу проверить, смогу ли я сесть в свой самолет, ибо иногда бывает такое, что сесть в него попросту не получается. Наступает Payday, слетает у нас 1052 домик, долетаю до него третьим, и просто из-за того, что крыло вестры мешало мне пройти, я даже не успел взять капчу. В следующем Payday у нас слетело аж целых два дома сразу, я отметил 594-й, мгновенно вылетел из риэлторки, сел в люксор-делюкс, ну и на всех парах отправился прямиком к домику. Как вы можете заметить, долетел я до него не первый, но мне удалось ввести капчу быстрее всех, и еще один дом добавляется на мой аккаунт. Гилберт Бот снова кикает меня с сервера, а это означает, что я должен буду залить обязательно опру. Перезашел в игру, проверяю шкаф, и он оказывается пустым. Когда я вышел из дома, я заметил, что еще один дом поблизости находится в ГОСе, поэтому снова перезахожу, на этот раз спавнюсь у риэлторки, покупая оттуда документы для 601-го домика, быстро спавню свой самолет, сажусь в него, и на полпути вспоминаю, что на аккаунте у меня уже целых 4 домика, один дом это метка, два из них те, которые словил, и еще в одном домике я подселен как жилец. Поэтому пишу в рации Фомы, чтобы владелец дома, в котором я был заселен, выселил меня, но наверное он это не заметил. По итогу вы можете сами заметить, что если бы у меня был свободный слот, возможно я бы словил и этот дом. Короче, в этот момент я понял, что нужно постараться по максимуму, избавиться от домов, ну а также от бизнеса, который у меня есть, и докупить улучшение, которое стоит 60 миллионов, для того, чтобы я мог владеть на один домик больше. Решаю выставить бизнес на аукцион за 20 миллионов, и снова отправляюсь в риэлторку. На этот раз слетает 912-й дом, если я не ошибаюсь, он находится уже в Сан-Фьерро, и если меня кто-нибудь спросит, какая система нравится мне больше, старая или новая, то я конечно отвечу, что новая система куда лучше, нежели чем была старая. Приближаюсь к 912-му домику, грамотно падаю с самолета, подходим к метке, ввожу копчу и вылавливаем еще один домик. Подвал и подвал с вентиляцией в этом доме не оказалось, но зато есть трехместный гараж. Без понятия, сколько может стоить такой домик, поэтому выставил его на аукцион за 8,5 миллионов. Также я решил подождать рестарта, до него осталось примерно 45 минут, и в это же время я вспомнил, что у меня в шкафу были несколько точильных камней, и не знаю почему, решил заточить свой скейт. Прямо сейчас он заточкой плюс 2, а спустя 10 минут он уже плюс 8. Наступил у нас рестарт, мне удалось занять палатку на центральном рынке, ну и в общем-то выставил на продажу имеющиеся у меня предметы. Если что, на руках у меня было 22 миллиона. Далее я зашел в игру только под вечер, на руках у меня прибавилось 3 миллиона. Ничего из выставлено на аукцион имущество у меня не купили, поэтому решил снова их выставить. Также на центральном рынке купил себе один скидочный талон, ибо если на будущее будет слетать какой-нибудь бизнес, мне точно бы хватало на его госку. Короче друзья, по поводу бизнеса закусочной, решил я, что не хочу долго с ним париться, поэтому нашел игрока, который готов у меня его купить за 15 миллионов. Но сперва снимаем отсюда 202 тысячи, убираем бизнес аукциона, и продаем его за 15 миллионов. На руках у меня становится сразу же 38 лямов. Далее тот самый дом в Сан-Фьерро, также поспешил с продажей, нашел какого-то новичка, у которого на руках было всего лишь 3 миллиона. Предложил я ему дом за 2,7 миллионов, ну а также там была комиссия в 137 тысяч. И также доплатой он мне кинул такую симку, как 9228228. Если вы знаете, какая цена данной симки, можете написать в комментариях. По итогу на руках у меня уже 40 миллионов. Дом под номером 572 я также быстренько слил за 2 миллиона. Ну и уже последний дом 594 у меня взяли с аукциона за 3 миллиона 150 тысяч. И на руках у меня 45 миллионов. Что могу сказать? Пока что я доволен тем заработком, который у меня вышел из ловли. Но могу вам сказать, что это пустяки по сравнению с другими домами, которые я словил. Но к сожалению, которые вы наверное увидите уже в следующей серии. Победитель на розыгрыш. Прямо сейчас у вас на экране, отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а условия для того, чтобы участвовать в розыгрыше на 1000 азекоинов. Довольно простые, достаточно просто подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать свой никнейм. Неважно на каком сервере Аризоны вы играете. Но если вы хотите, чтобы следующая серия вышла уже завтра, набираем здесь 1000 лайков. Всем до скорого!